37-летние герцогини и герцог Кембриджские решили сделать важное заявление во время рождественских каникул. Кейт Миддлтон, Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Вильям, расширили свои полномочия. Представители Кенсингтонского дворца провели брифинг для британских СМИ. На нем было заявлено, что Кейт и Уильям в этом году нарушат традиционное праздничное молчание во время рождественских каникул. Супруги сделают ряд больших объявлений в этот период. Это связано с тем, что Елизавета II отстранила второго сына от исполнения обязанностей после секс-скандала с педофилом Эпштейном. Полномочия принца Эндрю она решила передать Кейт и Уильяму. Несколько крупных организаций и проектов нуждаются в покровительстве членов королевской семьи. Следующий год будет очень плодотворным для герцогов кембриджских. Королевские объявления будут сделаны во время праздников. Это умное решение. Тихое время года – прекрасный период для важных новостей, отметил королевский эксперт Амит Скоби. Роль Кейт и Уильяма в семье постепенно увеличивается. 2020 год будет для них напряженным и наполненным новыми инициативами, сообщает Миррор со ссылкой на источник из окружения пары. В то же время уходящий год назвали самым тяжелым для 93-летней Елизаветы II со времен развода принца Чарльза и Дианы Спенсер. Монаршая семья отбивается от обвинений в том, что Эндрю занимался сексом с несовершеннолетней Вирджинией Робертс. Принц категорически отрицает свою вину. Но его репутация безвозвратно запятнана. Три дня назад госпитализировали 98-летнего мужа Елизаветы II. Представители Букингемского дворца заявили, что лечение связано с ранее существовавшим состоянием. Из-за проблем со здоровьем принц Филипп пропустит празднование Рождества в Сандрингеме, где соберется вся семья. Мидлтон воспользуется отсутствием 38-летней Меган Маркл, которая вместе с Гарри и сыном Арчи находится в США. Благодаря этому Кейт сможет укрепить свои полиции.